Привет, друзья! И вам, враги, привет! Проходил-проходил, только сейчас заметил. Вот всякие мидии, сахалинская, хасанская. Мне на самом деле не нравятся эти штуки. Такая, короче, я не знаю, почему называют деликатесом это, но там понятно, что один белок, но белок есть в кое-чем другом, и примерно это похоже, где-то, я так думаю. Каждый подумал о чем-то своем, насколько он отвращен, скажем так. В общем, уже вечер, я покупал, ну как вечер, не вечер, после обеденное время, а время, наверное, где-то, блин, часов, наверное, 5, кажется. Вот, и я на пляже Известие, точнее остановка Известия находится вон там, я иду оттуда, по пляжику, я сгорал вот на этом вот пляже, купался, мне пляж очень довольно-таки понравился, но тут цены только в кафе, вот на вот эти вот, например, ну прикольно, кстати, много очень занято, вот этих вот, не знаю, как это назвать, гамаки или что-то, не знаю, реально, как это назвать, домики, короче, вот, и нигде цены не указаны, не указаны цены также бананы, которые тут зазывают, короче, в рупор, это, конечно, жесть. Поначалу, когда я лёг, ну, мне как-то, знаете, было, ну, наплевать, но потом, когда он начал просто через каждые 2 минуты вот орать и прям рядышком, это, конечно, подбешивает, ребятки. Также тут есть медицинский пункт, он, в принципе, есть на всех пляжах, но в них нет ни докторов, ни Елен Васильевны Малышев, никого вообще совершенно. Здесь, кстати, прикольно в тенечке лежать, чё я, блин, здесь нет лежа. Вот, нет, короче, вообще никого. И, ну, тут какие-то эти, вот, я, собственно, про эти, про бананы и водружки, и вот эти вот комнаты. В этих комнатах нигде не указаны и вообще не показаны, короче, кому подходить, у кого спрашивать, сколько это стоит и так далее. А я только единственное знаю, что вот эти вот типа качели, только они какие-то сейчас разобранные, стоит 150 рублей в час. Единственное, что я вот там где-то видел поначалу. А вот эти вот бананы и водружки, короче, ну, ещё зазывало такое, ну, конечно, с юморком. Для нашего быдла как бы это интересно, когда он там зазывает. Девушки там в чёрных купальниках, а вам сегодня скидки. Ой, а вы вот симпатичные идёте, а для вас вот только сегодня для таких симпатичных тоже скидки. А девушки в топлис у нас сегодня вообще купаются бесплатно. Блин, надо было, у меня какой-то это, кстати, у меня таких нет. Ну, точнее, были, но они разъехались. Развратную подругу позвать, которая бы подошла просто купальник бы сняла и сказала, так, ну чё, едем бесплатно. Я представляю, как бы он офигенно, естественно, нет, потому что здесь дети. Вот Елена Владимировна подошла бы и сказала так, снял, снимает, вот такая, лифон, и такая, ну чё, едем бесплатно. Вот, и цену, короче, он для всех указывает разную. Я не знаю, как он смотрит. Меня вообще бесит, короче, вот эти вот на рынках ещё где-то, где не указана цена. Блин, ну вот я, и они же всем говорят по-разному. У меня вот это реально просто, я не знаю, как меня это выбешивает. Ну вот я подхожу, я хочу, например, всё понемножку купить. Реально, я хочу, например, купить чуть-чуть там этой, как её звать, черешни, чуть-чуть арбузов, чуть-чуть дыни, чуть-чуть яблочек. И мне нужно всё спрашивать, вот каждому подходить и спрашивать, сколько стоит. Блин, это, ну, может они думают, что типа это прикольно, когда я типа спрашиваю, что они разведут на это всё. Но меня не разведёшь, мне лучше знать цены, чтобы я сразу всё видел, как и чего. Ой, что-то у меня... Здесь, короче, ещё прикол на этом пляже нет. И точнее, они есть, типа, душевые кабинки, только там нет воды. Они как бы есть, там буквально на каждом шагу стоят, но там реально нет воды. Это тоже меня... Короче, у меня всё начинает бесить. Видимо, я уже наотдыхался, видимо, я уже... Как у меня говорила, бабушка наста пиздила. Это море уже мне. Вот. Ну, здесь тоже. Вот всё есть, цены только на воду стоят. Нету цены. Что мне вот всё спрашивать? Что, сколько стоит? Бесит. И вот этот банан, и ватрушки, он всем говорит, короче, по-разному. Ну, я недалеко от него лежал, и я не пойму прикола, почему он всем говорит по-разному. Кому-то он за 300 поехали, кому-то 500, кому-то вообще 700 рублей. Ватрушка точно так же причин. Не знаю, в чём прикол. Поэтому, наверное, он в рупор не говорит цена. Я думаю, что если бы в рупор он говорил цену, уже народ бы знал. А то кто-то, наверное, лежит, думает. А вдруг это стоит там 5 тысяч? И типа, для нас это очень мало. Мы не поедем, мы хотим за 20. А кто-то думает, например, что там 500 рублей стоит. И у них, например, нет денег, а это стоит, например, 300. Короче, фиг знает, хер знает тенёчек. Чё-то хочу в тенёчек, блин. Хоть немножечко закрыться, прикрыться. Сейчас пойду куда-нибудь, чё-нибудь перекушу. У меня лицо уже горит. Но, слава богу, ничего у меня не облазит. Губы уже сохлися. Солёненькое всё. Вот поэтому, короче, меня, естественно, подберут. Немножечко посидели в тенёчке, идём дальше. А, ну вот, это даже неизвестный, наверное, другой. Вот я вижу, что на этих там 150 рублей час, вот на тех качелях. И дальше плавно переходит в пляж Чкаловский. Не знаю, здесь, в принципе, по идее, всё одно и то же. А вот этот туалет, короче, вчера ломился, ломился вечером. Он закрыт. Оказывается, что он платный. Видите, королева туалетная сидит. Тоже смотрит. Вот, кстати, по... Смотрит по человеку, скорее всего. У неё там рулон туалетной бумаги. А ну, по человеку, наверное, смотрит, кому сколько отрывать. Больше нельзя просить. Ну, в ресторанчиках сейчас, видите, народу, короче, вообще никого нет. В основном, конечно, он заполняется вечером. Он в основном заполняется вечером. Когда солнце садится, и народ уже идёт кушать, гулеванить, пить пивасик там и так далее. Ну, вот, собственно, всё то же самое. Слежаки, все эти, вообще всё одинаково. Вообще всё одинаково. Всё, вот там вот дальше, я даже не знаю, до куда он там идёт. Ну, там длинный. Я как-то в том году ходил. В том году я ходил туда дальше до конца. Здесь набережной, собственно, нет как таковой, чтобы вот так вот идти на море, а именно только вот по пляжной линии. Катамараны, всё, что хотите, как бы, ну, всё здесь есть. Не знаю, мне, мне по идее вот это. Ну, это получается курортный городок. Да, если по-русски правильно говорить, то это называется курортный городок. Вовка, кстати, в том году здесь отдыхал. И ему довольно-таки понравилось. В гостевом доме вроде отдыхал. Но здесь полно гостевых домов. И здесь какие-то полно больших гостиниц. Больших гостиниц, но они в основном там, кажется, только одна работа прям длинная. Остальные все, но видно, что идёт ремонт, стройка, ремонт. Также здесь был, в курортном городке, был этот, как его звать-то, аквапарк. О, как тут воняет, пиздец. Да. Там нет туалета вроде. Санин их прёт прям вообще жёстко. Что я всё, свой подбородок вам снимаю. А, блин, кончено, что нет души после моря. Скукоживается кожа. Загорелая моя красивая на моём шикарном лице. И как-то, короче, как будто глаза слипаются. И губы, и нос, и всё на свете. Вот, и всё. Я здесь, собственно, понимаю, что здесь несколько таких подъёмов. Кстати, так тихо разговариваю. Ну, как-то у меня вообще облом. Я иду, когда по этой, короче, что-нибудь начинаю, начинаю себе. Короче, блогеры у меня так себе. Иду, когда по где-то, где много народу по набережной, начинаю себе снимать. Все же вот это, ну, приезжают непонятно откуда, деревенщины. Начинают заглядывать прям вот так вот в камеру, там, вот это. Куда он поехал? Там же поезд есть. Я думаю, что он газу выпрыгнул. Что только нету. И все, короче, глазеют на меня, и мне как-то становится стыдно. Ну, да, ну, как стыдно. Не боязно, что мне бояться. Я же не Судакова. Всех уесосить, материть и говорить, что похоронен на кладбище, а потом ходить просто и оглядывать, чтобы никто там не шандарахнул по башке. Кстати, смотрю её периодически. Нравится мне эта женщина фрик. Хорошо здесь в тенечке. Ну, и всё. И вот этот вот длинный, я в том году, кстати, когда был, в октябре же, да, я был. Я же здесь гулял по курортному вот этому городку. Поэтому здесь, кстати, афиш вот этих вот. Кто вот это? Вот я, учащик, а, участник проекта X-Factor. Когда он был, где он был, чтобы он понятия вообще не имею. По программе золотые фиды, приходите вон, ауста купил, боже. И здесь вот таких вот, кстати, цена бит 500 рублей. Ну, хоть 500 рублей, знаете, не так дорого. А то некоторые, короче, смотришь вообще, какие-то, короче, инстаграмсики. Так, тоналочек свободен. Ну, да, я хочу пойти на тоналочек. Посидеть немножечко, покурить и водиться выпить. Какие-то вот это инстаграмсики. Да, я даже помню, потому что реально все, все, короче, вешено афишами. Какой-то, короче, Егор Шип и какая-то там Галя Бойко или что-то такое. Ну, какие-то малолетние инстаграмсики. В смысле, блядь, что они делают? Почему они собирают какой-то большой концерт? Где-то там в Зеленом театре, что ли, или где-то. Что они делают? Что, если они в инстаграме, вот это вот по 5-10 секунд, 2 притопа, 3... Ой, вон на ту пойду. Какое дерево красивое. 2 притопа, 3 прихлопа танцуют. Они что-то там, петь начали или еще что-то? Я не знаю. И кому вот это надо? Ой, боже, как хорошо. Кстати, после загара все морщинки видно. Надо как-нибудь вот так загорать. Ой. Здесь вообще много. Не, ну эти всякие, которые ни к чему там. Киркоровы, Хероровы, Газмановы. Кто там еще я видел? Не лето, ни зима, ни осень. Они, короче, фестивально выступают. Можно вот так носить как раз. Они фестивально выступают. Они фестивально выступают. А вот это вот всякое чушево-дешевское, избитые летчики. И там что-то там... Экс-фристайл, экс-ранетки, экс-бруши. И вот эта вот всякая гадость. Они, короче, по всяким вот этим вот домам, отдыха там и так далее. И вот афиши по всему Сочи адрес расклеены. Ну, я не знаю, кто пойдет на них. На меня бы вот пришло много народа, я так считаю. Короче, такие мысли-слух от одиночества. А что хожу, я один пообщаться не с кем. Шарах... Ну, я не шарахаюсь с народом. Я просто не хочу ни с кем общаться. Я хочу только с вами общаться. Мне, кстати, удобно в последнее время. Что-то меня прибило. Раньше так снимать особо не хотелось. Влоги какие-то. Прям выдавливало с себя. А сейчас что-то вот, знаете, как-то что-то у меня нахлынуло. Нет, я спать не хочу. Это от соли, блин. Надо какую-то кафешку зайти, умыться. Не щипет, а, знаете, какое-то такое ощущение. Красный глаз, что ли. А такое ощущение, как будто стягивает лицо. А это-то оно ржетло. Я заходил тоже тут в столовочку одну, когда шел сюда. Вообще получилось самое дешевое и самое вкусное. И там такой армянин в годах уже. Но на кассе сидел. Скорее всего, он, наверное, и... Такого звать? Директор. Директор-хозяин, наверное, он такой. Типа, грязную посуду, типа, вот там в конце этого поставить. Я говорю, да, конечно, поставлю. Ну, если вам понравится, у нас, типа, приходите еще. Вкусно там у нас все хорошо. И реально вообще она получилась самая дешевая. Селедка под шубой. Салатик я взял. 70 рублей. И взял, короче, плов. 90 рублей. Ну, без хлеба, без всего. Что-то неохота на такой жаре просто жрать вообще, может быть. Ну, вот она такая, только пекло началось. Но мне уже сваливать пора. А пекло такое только началось. И реально, может быть, в такой жаре, если поживешь, наверное, с месяцок, можно реально похудеть. Потому что вообще жрать неохота. Даже, блин, когда солнце садится, я думаю, блин, ну ладно. Целый день особо там не жрут такие какие-то перекусы, перекусы. А если солнце сядет, думаю, блин, наверное, на ночь нажрусь просто как свинья. А нет, и солнце садится, и все равно тоже жрать неохота. Не знаю, может, желудок стягивается. Желудок стягивается. Стянулся бы он вот до такого размерчика, чтобы я просто одну вишенку съел и наелся. И ходил бы тут просто вообще. Талия бы как у гурчинки была. Осинная. А не крысинная. А сейчас, блин, шо, это шо это за... Шершень или шмель. Ой, после моря хорошо так потянуться. Прям крутешина. Вот здесь шо это? Бассейн. Блин, не написано. Здесь очень много закрыто вообще. Это вот в курортном городке. Очень много. И сейчас шел там прикольный большой вдоль дороги отель. Четырех- или пятиэтажный. Кафе, ресторан, беседки. Олеся называется. Олеся. Вот. И все. И написано, типа, отель закрыт. Покиньте, сезон такой. Можно бабосы рубить. А написано, отель закрыт. Ресторан закрыт. Все, короче, закрыто. Смотрите. Кто помнит такие эти? Газированная вода. Ну, они не работают почему-то. Хотя в том году, кстати, работали. Но не такая, знаете, эта фигня осталась. Все остальное не как в советские времена было. Не такое вкусное все. Обычная какая-то подяженная водой. А белочка? Ой. Просто решил поднять, короче, увидел белочку. Ну, не из-за того, что я бухаю. Я, кстати, уже давно не бухал. Так, где она? Приблизить немного. Как ее позвать? Белка, белка, белка. О, видите? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Че, их не приучили? Их, наверное, чем не кормят. В Геленджике, кстати, кто помнит. Так, как убрать? Не, она там какие-то эти зебри убралась. В Геленджике, кстати, кто помнит. Я там снимал как-то даже. Там для белок стоят эти... Блин, у меня жопа мокрая. Надо, чтобы, короче, высохли трусы. Там стоят такие эти кормушки. Ну, и люди подсыпают туда, короче, орешки, всякие семечки. А здесь всего... А, ну нет, тут вон еще деревья. Дебильная белка какая-то, короче. Не фото гигиенично. Не хочет она сниматься. Ну, все, я заболтался, ребят. Что-то я заболтался с вами. Пойду я, наверное, в ту дешевскую масшталовку схожу. Что-то поужинаю. Да схожу, наверное, и все, немножко поплаваю. Она чуть не шандарахнулась. Тупица. Ну, все, ребята. Всем всего хорошего. Живите дружно, не болейте. И не ходите по другим каналам. Потому что здесь любят вас.